Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Полтора часа на вертолете вместо пяти на автомобиле. Сегодня региональная служба санавиации доставила тяжелобольного пациента из Сызрани в Самарскую больницу Середавина. Светофоры и ограждения установлены. Осталось нанести дорожную разметку. Сотрудники ГИБДД и городские власти обсудили подготовку пришкольных территорий к новому учебному году. VR-технологии на службе медицины. Четыре самарских студента-медика выиграли гранты на реализацию своих проектов. Полтора часа на вертолете вместо шести на автомобиле. В Самарской области начала работу служба санавиации. Первый полет прошел в штатном режиме. Перед медиками стояла задача доставить тяжелобольного пациента из Сызрани в Самару, в больницу Середавина. Специалисты и областные власти уверены, с помощью санавиации удастся спасти многие жизни. Виктория Шарая продолжит. Здравствуйте. Вы бригада? Слаженная, дружная, профессиональная, ответственная? Именно такая. Такие люди нам нужны. Раз вас приветствовать. Ну давайте покажете, да? Чем отличается укомплектованность вертолета санавиации от Риана Мобиля губернатор Дмитрий Азаров приехал увидеть лично. Теперь случаев счастливого спасения людей в регионе станет больше. На помощь врачам пришла современная техника, оснащенная по самому последнему слову медицинской науке. Перед сотрудниками, которые работали на первом вылете, стояла задача доставить тяжелобольного мужчину из Сызрани. У пациента диагностировали двустороннюю пневмонию. По пробкам дорога в Самару могла занять до шести часов, но на вертолете пациента домчали за полтора. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну, преимущество тем, что мы выполняем рейсы прямо, то есть не по дорогам. Скорость 230-220 км в час, которая обеспечивает безопасную перевозку пассажиров. Но также по дорогам иногда бывают плохие дороги, возможно, то, что трясет. На вертолете можно все выполнять безопасно для тяжелобольных. Дислоцироваться вертолет будет в аэропорту Безымянка. Как только поступает сигнал, на борт загружается бригада. Тем временем летчик получает разрешение на полет. Все это занимает не более часа. После чего вертолет вылетает туда, откуда нужно забрать пациента. Площадки по области определены. Но борт может приземлиться и в чистом поле. Для этого ему достаточно площадки 10 на 10 метров. Без дозаправки вертолет может находиться в воздухе до четырех часов. Этого более чем достаточно для того, чтобы охватить весь регион. Для нужд санавиации используется модифицированный Ми-8, оснащенный более мощными двигателями и увеличенный грузоподъемностью до 13 тонн. В вертолете находится самый главный инструмент анестезиолога-реаниматолога. Это аппарат ИВЛ экспертного класса с различными режимами ИВЛ. Далее находится многофункциональный монитор, который может проводить отслеживание функций витальных, таких как частота сердечных сокращений, сатурация крови, давление. Также он оснащен аппаратом дефибрилляции автоматическим и ручным. В принципе, для анестезиолога-реаниматолога это самые основные инструменты, которые требуются для перевозки пациента. В первую очередь вертолет будет обслуживать отдаленные районы губернии, такие как Большая Черниговка, Похвестнево-Сергиевск, Клявлино-Шантала. Он пришел на помощь 19-ти реанимобилям, которые ежедневно несут дежурство на территории губернии. Чаще всего экстренная помощь требуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, в ситуациях, когда необходимо вмешательство таракальных или сосудистых хирургов, при спасении новорожденных, а также в случае аварий, когда дороги скованы пробками, а пострадавшим нужна быстрая помощь реаниматологов. Служба санавиации в регионе возобновилась впервые за 37 лет благодаря системной работе губернатора. За последние три года произошли существенные перемены в региональной системе здравоохранения. На 90% обновлен парк скорых, почти на 100% реанимобилей. Строятся современные офисы врачей общей практики. Что касается пациента, ставшего первым пассажиром вертолета, то сейчас он находится под наблюдением врачей областной больницы в многопрофильном стационаре. Виктория Шарая, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 44 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 7 750. Прививочная кампания от гриппа, по мнению специалистов, позволит максимально снизить риски возможных осложнений, в том числе легче перенести ковид. Она начнется в регионе 1 сентября. Кроме того, рассматривается возможность проведения тестирования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию за счет средств работодателей. Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова заявляла, что осенью этого года будут активны вирусы гриппа, которых не было ни в 2019, ни в предыдущие годы. Это означает, что даже у тех, кто прививался, нет антител для защиты от новых угроз. О мерах поддержки медиков в Самаре рассказала руководитель городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки Ольга Слесарева. В эфире программа «Самарская среда» с Яном Налимовым. Врачам, которые работают в поликлиниках Куйбышевского и Красноглинского районов Самары, где существует дефицит медперсонала, компенсируют стоимость съемного жилья в размере 10 тысяч рублей в месяц. При этом не важно, где именно они прописаны. Главное, чтобы они работали на территории указанных районов. Сейчас компенсацию получают 11 медиков. Не секрет, что таких врачей не хватает. Участковых, медсестер участковых. Поэтому это самые нуждающиеся, наверное, на сегодняшний момент медицинские работники. Еще одна выплата направлена на поддержку медиков, которые только окончили учебные заведения. В первые три года врачам ежемесячно выплачивают по 5 тысяч рублей, медсестрам по 3 тысячи. Для этого нужно обратиться в городской департамент опеки и попечительства. Выплата положена медицинским работникам не старше 35 лет и назначается сроком на полгода, после чего нужно снова подтвердить, что продолжаешь работать в поликлинике. И, наконец, третья выплата предназначена врачам, чьи дети в возрасте от полутора до трех лет посещают частные детские сады. Для компенсации оплаты им положено по 5 тысяч рублей ежемесячно. Реабилитация с помощью виртуальной реальности. Студенты САМГМУ выиграли гранты размером по полмиллиона рублей на реализацию своих научных разработок. Молодежь региона все больше вовлекается в инновационную деятельность и делает научные открытия. Об одном из таких проектов расскажет мэри Елчан. Кристина Горбунова учится на пятом курсе медицинского университета. Девушка приняла участие во всероссийском конкурсе для молодых ученых и оказалась в числе победителей. Кристина получила полмиллиона на реализацию своего проекта. Вместе с командой единомышленников она разработала методику правильного дыхания у пациентов с бронхиальной астмой с помощью IT-технологий. Специальный комплекс для детей и взрослых будет обучать правильному дыханию во время приступов через игру с использованием виртуальной реальности. Допустим уровень какой простой – сдуть одуванчик. Чтобы он сдул одуванчик и прошел следующий уровень, как раз аппаратные респекты 3 будет контролировать мощность выдоха и вдоха. И как раз мы сделаем дыхательную мускулатуру в нужном параметре, чтобы потом он боролся с приступом бронхиальной астмы. В режиме онлайн контролируются все необходимые жизненные показатели – пульс, давление, объем дыхания. Методика найдет свое применение в лечебно-профилактических учреждениях и санаториях. Молодым автором проектов поддержку в подготовке конкурса оказал стартап-центр «СамГМУ». У нас накоплен большой опыт в Институте инновационного развития, с проектов с использованием виртуальной реальностью, с дополненной реальностью. И порадовало то, что студенты от кафедр представили проекты, которые достаточно интересным, современным образом предлагают применять виртуальную дополненную реальность в медицинских целях. Гранты на научные разработки получили четверо студентов медицинского университета. Теперь у молодых ученых есть два года на реализацию своих проектов. Сейчас ребята привлекают к себе в команды веб-мастеров, чтобы начать создавать специальные программы. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Депутаты Госдумы предлагают отменить транспортный налог. Среднестатистический самарец может на свою зарплату купить более 700 литров бензина. А финансовые аналитики отметили, что в России резко выросли цены на вторичное жилье Малой площади. Подробнее расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Андрей Горгуленко. Цены на нефть сегодня несколько упали. За баррель марки «Брент» дают 44 доллара 89 центов. Валюта, наоборот, подросла. На 21 августа Центробанк установил курс доллара на отметке 73 рубля 77 копеек. Евро – 87 рублей 43 копейки. В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года. Идею озвучил член Комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев. Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить несправедливый сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо. Автор инициативы напомнил, что идея популярна среди автовладельцев. Ее также поддерживал президент Владимир Путин. По словам Барышева, отмена транспортного налога позволит избежать избыточного налогообложения отдельных категорий граждан. Кроме того, инициатива призвана простимулировать покупку более экологичных автомобилей. Финансовые эксперты рассчитали объем бензина АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных регионов России. Самарская область в этом рейтинге заняла 38-ю строчку из 68-ми. Так, на среднюю зарплату житель 63-го региона может приобрести 704 литра такого топлива. В январе-июле 2020 года цены на бензин в большинстве регионов России повысились. В частности, упоминаемый в рейтинге АИ-92 подорожал на 1,9%. В Самарской области цена на него за это время выросла на 1,5%, сообщают аналитики. В России резко выросли цены на вторичное жилье небольшой площади. Студии и однушки площадью до 32 квадратных метров подорожали с начала года в среднем на 13%. Почитали специалисты, проанализировавшие данные по 70 крупнейшим городам страны. Как указывается в сообщении, самую впечатляющую ценовую динамику продемонстрировали небольшие квартиры на вторичном рынке Рязани, Ставрополя, Саратова, Новокузнецка и Ульяновска. В этих городах цены выросли почти на 30%. Падение цен зафиксировано только в двух городах – в Грозном и Симферополе. В Самаре же маленькие квартиры стали дороже на 16,5%. Теперь их средняя цена – 1,9 млн. рублей. На этом все. Процветание вашему дому. Подберут работу каждому. На предприятии ОДК Кузнецов прошла ярмарка вакансий. Ее посетили более 700 человек. Производство модернизируется и нуждается в сотрудниках. Сейчас на заводе открыто более 500 вакансий. Кого ищут, узнала Мэри Елчан. Дмитрий Генералов три года проработал на заводе «Прогресс». Он обрабатывал металл после залива. Сейчас временно нетрудоустроен. Узнав о ярмарке вакансий, на ПАО ОДК Кузнецов немедленно отправился на встречу, чтобы найти новую работу по душе. Стабильность. Большое предприятие, карьера. Тоже требуются молодые специалисты. Сегодня ПАО ОДК Кузнецов нуждается в конструкторах для разработки новых двигателей, где применяется современная технология проектирования. Предприятия оснащают современным оборудованием. Для работы на новых станках нужен и новый подход. В планах на несколько месяцев заполнить все имеющиеся вакансии. Провести еще две ярмарки вакансий готовятся в поселках Управленческий и Винтай. Предприятие в настоящий момент находится на очередном новом бурном витке своего развития. Только с помощью молодых заряженных людей мы видим развитие нашего производства и развитие ПАО ОДК Кузнецов в частности. Для некоторых вакансий, представленных на ярмарке, не требуется опыта. Более того, будущих сотрудников готовы обучить. Завод принимает активное участие в реализации национальных проектов образования и производительность труда и поддержка занятости, которые инициированы президентом страны Владимиром Путиным. Подготовка профессионалов – важная составляющая стратегии лидерства Самарской области. Этому вопросу большое внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров. Сейчас ОДК Кузнецов набирает студентов вузов на целевые программы, после чего трудоустраивает их на предприятии. В основном это направления, которые касаются технических специальностей и особо востребованы на заводе, например, конструктор или технолог. Мэриэл Чан, События. В Самаре 161 учебное заведение, дворы которых выходят непосредственно к автомобильным дорогам. У 15 учреждений установили дополнительные пешеходные направляющие ограждения, соответствующие стандартам. На 10 перекрестках, примыкающих к школам, смонтировали и запустили новые светофоры. Работу по подготовке школьных территорий к новому учебному году обсуждали на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД отметили, что замечаний по технической оснащенности нет. До 1 сентября возле школы осталось лишь завершить нанесение разметки знака «Осторожно, дети». В настоящий момент заканчиваются работы по нанесению линий дорожной разметки «1.24.1». Дети на проезжей части – это бегущие школьники. Разметка наносится термопластичными материалами. Значит, из 161 объекта нам осталось раскрасить около 30-70 школ данные знаки. Работы к 1 сентября будут закончены. Школа готова к приемке детей. А теперь коротко о других событиях этого дня. Детские сады вернутся к привычному режиму работы с 24 августа. Также с понедельника разрешат приводить и детей, которых недавно зачислили в новые группы. Малышам дадут возможность адаптироваться к условиям пребывания в коллективе. На официальной странице Департамента образования Самары уточнили, что детские сады будут работать по особым правилам, которые предъявляет Роспотребнадзор в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. В 13 муниципальных районах Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор. Напомним, в регионе действуют жесткие меры по предотвращению заболеваний африканской чумы свиней. Однако, несмотря на все принимаемые меры, пока сдержать распространение заболеваний у специалистов не получается. Это связано с тем, что не все жители соблюдают ветеринарные и санитарно-биологические требования, касающиеся условия содержания свиней, а также реализации мяса и соблюдения карантинных мер. В Самаре задержан на рабочем месте при получении взятки директор одного из образовательных учреждений. По данным полиции, подозреваемый пообещал зачислить двух человек в колледж, минуя конкурс. За это он взял вознаграждение в размере 144 тысяч рублей. Эту сумму и обнаружили оперативники в кабинете руководителя колледжа в момент задержания. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей – лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности. В день государственного флага в субботу 22 августа над областью пронесутся самолеты пилотажной группы «Русь» и раскрасят небо в цвета российского флага. Красочное зрелище в Самаре можно будет увидеть на набережной в 2 часа дня. А в Тольятти жители смогут наблюдать шоу в 5 часов вечера. В этот день каждый житель сможет получить ленточки триколора. Их будут раздавать волонтеры на 4-й очереди набережной у Ладии. На 2-й очереди самарской набережной у памятника князю Григорию Засекину в Струковском саду и в парке имени Юрия Гагарина. В Самаре готовятся провести традиционный фестиваль «Самарское знамя». Полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было подарено болгарским ополченцам во времена русско-турецкой войны и стало одним из символов вооруженных сил Болгарии. Одноименный фестиваль проходит в Самаре ежегодно. Начинается с молебна, после которого участники крестным ходом следуют в Струковский сад, где их ждут интерактивные площадки. В этом году судьба праздника была под вопросом из-за эпидемиологической ситуации. Принято решение, что фестивалю все же быть. О программе расскажет Мария Левина. Традиционному фестивалю «Самарское знамя быть» из-за эпидемиологической ситуации праздник, символизирующий собой Братский союз Самары и Болгарской Старозагоры, был под угрозой срыла. После долгих переговоров и снижения статистики по заболеваниям коронавирусом было решено провести фестиваль. Но с рядом ограничений. Начнется все, как обычно, в стенах Иверского женского монастыря с молебна, далее крестный ход до Струковского сада. Участники должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Гости из Болгарии в этом году приехать не смогут. Пообщаться с ними можно будет онлайн во время телемоста. Такой опыт у нас уже есть, когда мы начинали эту историю, воссоздавали. Я напоминаю о том, что был такой телемост в Болгарии, был совместный молебен, в котором участвовал и глава Старозагоры. В Струковском саду будут работать 18 интерактивных площадок, мастер-классы, конкурсы и выступления. Педагоги дополнительного образования организуют площадки, где будут обучать рукоделию. Департамент образования будет самой полностью готов к участию в фестивале. Мы обеспечиваем работу площадок. Площадки будут организованы без участия детей, чтобы ограничиться, предоставить все нормы. А силами педагоги дополнительного образования. На основной первой площадке будет работать мастер-класс по плетению марсиницы, другой полугарской атрибутики. Все, кто будет на желающих, которые уйдут в данный вид сувенирной продукции, получат удар. Маленьких гостей праздника ждет музыкально-игровая площадка. Кроме того, они смогут принять участие в конкурсе на лучший рисунок Самарского знамени. А изюминкой фестиваля традиционно станет реконструкция русско-турецкой войны. Праздник пройдет 29 августа. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Война через объектив. В Самаре открылась новая фотовыставка. К 75-летнему юбилею Победы на площади Славы собрали 50 работ куйбышевских операторов-документалистов и фотокорреспондентов. Лейтмотив экспозиции «Любовь к Родине» и «Надежда на светлое будущее». Уникальные фотографии увидели наши корреспонденты. Это фото сделано на Куйбышевском железнодорожном вокзале весной 45-го. Автор – военный корреспондент Николай Фиников. В составе 21-й армии вся редакция газеты «Красноармеец» ушла на фронт в первый день войны, где была переименована в газету «Боевой натиск». Военкоры прошли всю войну и дошли до Берлина. На площади Славы можно увидеть войну через объектив. Здесь представлено 50 работ наших земляков. Вообще за всю историю Великой Отечественной потратили более 3000 километров кинопленки с лейкой и блокнотом, а порой и под пулеметом, как поется в известной песне. А военные корреспонденты, фотокорреспонденты шли бок о бок с советскими солдатами. Военным фотокорреспондентам порой приходилось откладывать в сторону камеру и брать в руки винтовку. Уникальные кадры на выставке показывают все этапы войны. От начала, когда тысячи солдат покидали отчий дом и шли сражаться за родину, до долгожданного момента Великой Победы и возвращения к близким. Лейтмотивом проходит надежда на светлое будущее и любовь к родине. Очень внимательно рассмотрели материалы, очень внимательно готовили эту выставку. То, что намечали, сделали очень правильно и положительно. Все эти фотографии видел, когда мне показывали эти люди, которых нет с нами. Эти фотографии рассказывали о каждой из них. Им нет цены. Этим фотографиям и этим людям, которые изображены на них. Авторы этих фотографий известны советские операторы-документалисты, сотрудники Куйбышевской киностудии, одной из старейших в стране, и фотокорреспонденты. Выставка приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Проект «Война сквозь объектив» реализован по Волжским историко-культурным фондам при поддержке администрации Самары. С радостью о том, что эта выставка состоялась. И у меня сейчас огромное желание, чтобы все жители Самары на этой площади оказались, чтобы они прошли мимо этих фотографий, прочитали эти надписи, посмотрели в лица наших замечательных земляков, замечательных воинов, еще раз вспомнили о тех людях и о том великом событии, которое мы в этом году отмечаем. На площади Славы выставка проработает до 15 сентября. Городские власти задумываются над постоянной экспозицией. Мы вот сейчас рассматриваем, ну, как одну из идей, чтобы над этой темой работать более серьезно, научно, так сказать, практически. Вот из одной из школ, которая у нас в ближайшее время будет возведена в строй, вот сделать музей самарской фотокинохроники с тем, чтобы, так сказать, ребята могли, молодое поколение самарцев, погрузиться в эту работу. На этих 25 выставочных стендах история длиной в 1418 дней, через которые прошла вся страна и все ее жители на пути к Великой Победе. Мария Левина, Василий Колдашов. События. Урожайный стол, хорошее настроение и детские спортивные забавы. Православные христиане отметили яблочный спас. Они собрались в дружной компании во дворах на улице Аменева. К народным гуляниям присоединился и наш корреспондент Анатолий Головко. Детский смех, теплые улыбки и щедрый стол с угощениями. Жители Самары отметили медово-яблочный спас. Торжества принято встречать радостно. В традициях также заведено устраивать народные гуляния. Праздник в честь яблочного и прошедшего ранее медового спаса организовали на улице Аменева. По словам организаторов, после долгой самоизоляции жители окрестных домов отмечали праздник с особым размахом. Народные гуляния уже давно стали хорошей традицией для жителей промышленного района. Здесь отмечают не только религиозные торжества, но и проводят различные спортивные соревнования, а также собираются на все крупные праздники, которые объединяют людей со всей Самары. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на официальном сайте Самарагис и в социальных сетях. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!